Приехали сюда. Это те алмазы, бриллианты, удивительные самородки, которые призваны сейчас составить крепкую основу, и на основе которой быстро начнет наращиваться великое общество. Поэтому эта община, она свободна. Это не что-то с какими-то определенными правилами, куда надо поступать при определенном условии, когда должны какой-то испытательный срок кто-то проходить. Нет. Это обычная жизнь. Но община определяется тем, что вот они, ребята, известны, и они начинают трудиться во имя друг друга. Хочешь, так будь собратом, и они также будут рядом с тобой. Но исполняй законы, вот эти общие. Ибо в общине люди стремятся жить, отдав свое сердце ближним. Они стремятся, должны истребиться, проявить себя в труде. Хотя это далеко не так просто для многих. Но именно в труде вы найдете это великое счастье и проявление. Поэтому на ней говорится, что вера – это не стремление куда-то уйти, а брезть какое-то название. Вера – это сама жизнь. А жизнь – это великое движение и труд. Вот тогда и проявляется вера. Вот когда ты трудишься рядом, и тебя видно. А этот человек верит Богу. Этот человек поистину пытается идти по пути великому. Когда видно вашу жизнь. А не когда вы где-то будете в стороне. Конечно же, в свое время общинное житие уходящих старцев от мира, оно играло благую роль. Потому что туда могли многие прийти, отложить свою тяжесть, поделиться с этим человеком и, укрепившись, вновь пойти в мир и сотворить прекрасное. Это возможно было. Много, конечно, блага было. Но это еще не есть истинное проявление. Именно сейчас это уже не будет играть роль. Именно сейчас, в жизни, вам предстоит научиться понять, что же такое вера, что же такое великий труд. Поэтому здесь такого не дается. Здесь даются истины. Подарить свое сердце окружающим, не потребовавшим взамен, ничего. А вот тут покажите себя. Вы истинно ли вы поверите великому Отцу? Поэтому община – это понятие всей земли. Где бы вы ни были, вы, по сути, уже вообще не находитесь. Так вот, закон истины, закон Бога, он существует везде. Его не везде исполняют. Но существует он везде. И где бы вы ни были, если вы искренне исполняете данное ныне Богом, данное ныне, в последний раз, если вы поверите этому, вы уже член общины, где бы вы не были. Вы уже тот, кто призван стать приятным. Поэтому все заключается в вашей вере. Поверили? Все. Вы такой же член общины. Вы также можете быть собратьями. Но единственное, что есть определенные законы, ибо когда вы начинаете в миру творить что-либо, возникают определенные законы, которые необходимо удержать, и которые помогут вам более твердо и организованно идти вперед, чтобы не создать хаоса, чтобы случайно в благом порыве не растоптать друг друга. Чтобы такого не произошло, то есть, конечно же, определенный закон. Этот закон, он возникает. Исполняя его, вы все такие же члены общины. Поэтому, что касается безбрачия, так говорю, именно в гармонии мужского и женского единения начинается более полное раскрытие души человеческой. Не познавая именно этой стороны, у человека не происходит полного расцвета его духовной ткани. Потому что природную любовь, они бессмысленно рассуждать. То богатство, которое в ней определено, его призвано понять и постичь. Без него этого постижения, и расцвета достойного не произойдет. Это поэзия весны. И поэзию весны, красоту ее, вы не постигнете без природной любви. Это невозможно. Об этом можно рассуждать, но постичь это невозможно. Познать отцовское качество, материнское, вы никогда не сможете помимо детей. Вы можете рассуждать, да, дети это очень здорово, но это будет такое пустое. Это воистину. Ибо только познав в жизни, что это такое дети ваши, вы сможете познать, какое удивительное все-таки это качество. Вы более глубоко сможете ощутить эту великую радость. Но без этого какой толк рассуждать? Но если это есть, значит это истина, так постигайте все очень просто. Так и духовное, и прочее. Если это прекрасное проявление имеет место в житии, значит это истина.